Следующий вопрос. Можно ли оставить завещание рабу, который принадлежит твоему наследнику? Говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни, если человек оставляет завещание рабу своего же наследника, то это подобно завещанию самому наследнику. Она приостанавливается на разрешение других наследников. То есть в основе это запрещено. Это является запретным, но может стать действительным, если остальные наследники с этим согласятся и проявят свое удовольствие. Говорит Ибн Малик, если даже раб принадлежит наследнику, то наследодатель может оставить завещание рабу в наследство что-то небольшое. Потому что раб может владеть какими-то небольшими вещами, как ручка, часы и тому подобные вещи. Говорит, Потому что, если человек оставит в завещании рабу что-то небольшое, то станет понятно, что он имел в виду именно раба, а не хозяина, который является его же наследником. То есть рабу хотел дать небольшой подарок в качестве часов или ручки или чашки какой-то именной и тому подобное. Говорит, Говорит Ибн Кудама, но правильным мнением является то, что это недействительно и это запрещено. Почему? Потому что это завещание рабу, которое принадлежит наследнику человека. Поэтому здесь уже нет разницы, что-то маленькое он оставил или что-то большое он ему оставил в качестве завещания. А то, что сказали при веренце второго мнения, то есть имам Малик, то, что раб может владеть, то это говорит неправильно. И на это не обращается внимания. То есть раб, он брат, владеет. Раб владеет, но его владение какое? Слабое, непостоянное. То есть хозяин может в любое время это забрать у него из его рук. Потому что в любом случае хозяин имеет право забрать эту вещь у раба. То есть даже если ему подарят часы, хозяин может эти часы забрать или нет? Может эти часы забрать. Говорит, поэтому это является чем? Является завещанием, как будто бы это завещание самому наследнику напрямую. Поэтому это является запретным и недействительным. Значит, может ли человек оставить завещание рабу своего же наследника? Нет, не может. Потому что это будет означать автоматически завещание самому наследнику. А это является запретным. Далее. Продолжение следует...